Дистанционная установка программы Автоком 2020.23 Установку произвожу удаленно через AnyDesk на компьютере заказчика Также данному заказчику помимо самой программы Автоком я буду ставить вирсов 5.0.8, релиз 2 По вирсов у нас выйдет отдельный ролик И также перед записью видео я проверил компьютерное наличие сторонних антивирусов Сейчас будем мы производить установку Автокома И перед установкой мы запустим подготовку N10FIX Для отключения центра обновления Windows и защитника Windows И я еще также перейду в пуск Посмотрю, есть ли у нас включение BrainMaur Давайте еще также посмотрим информацию о системе Здесь у нас десятка Процессор MD8-7100 Память 4 гига, разряд на 64 бита Ну давайте приступать Я получаю 7GIP делаю распаковку Хотя нет Открытие Архива Ввожу пароль Производим распаковку и подготовку N10FIX Для чего я делаю сначала подготовку и распаковку, а не полностью архив Если у нас включен защитник У нас может он найти какие-либо файлы, которые ему покажутся вирусами А такое может быть И собственно удалить файлы После чего программа может у нас не работать Поэтому я сначала распаковываю подготовку Сам в архив у нас антивирусы не могут залезть Потому что у нас архив под паролем Значит распаковали мы подготовку N10FIX Я запускаю Defender Control Смотрим Защитник у нас отключен, это хорошо Смотрим веб Отключен Сейчас я перейду Нам нужен брендмавр Брендмавр Защитника Windows Он в основном нужен для оверсов Для Delphi он в меньшей степени Собственно Здесь он отключен Давайте тогда уже приступать полностью к распаковке программы Распаковку я буду производить корень диска С Как всегда Вводим парол Так Распаковали архив Давайте перейдем к корень диска С Перейдем в предварительную папку Здесь у нас сама программа в прототивном виде А нет Извиняюсь В таком у нас установщике находится Привык постоянно ставить Delphi Здесь у нас клиент захотел В таком Собственном Самопрограмму У нас в инсталляторе Ну и остальные у нас Папки это сопутствующие Папки файлов Сделаем запуск Инсталлятора Итак Итак у нас появилось окошко Выбираем установить программу Принимаем соглашение Далее вводим пароль С тексту документа Я копирую пароль Вставляю в программу Нажимаю next Скорректирую также путь В cftocom Ну и собственно устанавливаем Так все у нас Программа сама распаковалась Теперь ставится дистрибутив Выезжался Плесплю в cql И тому подобное Производим установку Так все у нас установилось Нажимаем готово Ставим cql Здесь у нас выдало ошибку То что у нас установлен Вроде как И сейчас ставим netframework Производится распаковка файлов Netframework у нас также установлен Нажимаем закрыть Ставим драйвера на сканер Готово Финиш Собственно все программа установлена Устанавливается у нас легковая Грузовая программа в таком Теперь нам необходимо активировать Для активации я перейду в папку Активация Почта деактивации Копирую сюда email Далее запускаю любую из программ К примеру грузовую в таком Так все у нас запустилась программа Вставляем email Нажимаем next Копируем ключ активации Для активации Сворачиваем Inidisk Здесь я на рабочем компьютере Создам текстовый документ Для того что вставить туда ключ Временно Сохраню Открою заново Теперь запущу программу Для активации ключей В поле системы Я вставляю данный ключ Генерирую ключ Далее мы переходим Переходим в AnyDesk Вставляем в программу Сейчас я синхронизую языки Нажимаем activate Ну и собственно все У нас обе программы активированы И сейчас они у нас запустятся Точнее у нас грузовая запустится Я же активировал грузовую Итак У нас Практически запустился Автоком Сейчас подзагрузится Все подзагрузился Собственно интерфейс у него На 20 релизе На 22 релизе Отличается от Delphi Поэтому если кому Интересен больше такой Интерфейс Он более новый такой Но мне он нравится больше Чем на Delphi старый Собственно можете брать Лучше для себя тогда Автоком По Функционалу у нас в принципе Все одинаковое В Delphi Автоком Спецлицензии у нас Также тут активированы Переходим Сменим язык Выберем русский Сейчас подзагрузится Собственно все у нас Программа активирована Можем ее закрывать У нас активирована Получается и легковая И грузовая Уже сразу Теперь я Произведу Прошивание сканера В общем-то Для этого я Пишу заказчику На WhatsApp Чтобы он Подключил сканер Ну и также Предоставим информацию По сканеру Так В общем Заказчик Отписал то Что сканер Он подключил И также Предоставим информацию По сканеру Сканер у нас Одноплатный Собственно Драйверы у нас Уже стоят Поэтому нам Осталось прокинуть Прошивку Прошивку я возьму Из архива С прошивками Распаковываем Архив Переходим Далее Пабкфемвер Копируем Прошивки Переходим Далее Куриндиско Автоком Пабкфемвер Удаляем Старую прошивку Вставляем 32.01 Далее Производим Запуск Программы Так Все Запустилась Программа Далее Для прошивания Переходим Установки Оборудования Здесь Выбираем USB-BT Компорт У нас Имеется Выдало То Что у нас Полустарело Прошивка 16.22 Залили 32.01 Нажимаем Обновить И ждем Пока Сканер Прошлется Прошивка Прошивка Если Если у вас Если у вас Какие Вопросы Задавайте В группе Сообществ В комментариях Под видео Спасибо За внимание До свидания До свидания Продолжение следует...